Агрохолдинг 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 здесь со структурой площадей Ростовского кластера. На сегодняшний момент мы стараемся выбрать и высокомаржинальные культуры, и культуры, которые на сегодняшний момент воспользуются спросом и на рынке, и соответствующим образом эти культуры воздел. Если брать, то по зерновой группе, по азивой, пшеницей, яровой и чвень, у нас 58 где-то процентов получается зернового ряда. По масличным культурам, с учетом масляничных культур, и льна, и подсолнечника, и подсолнечника крупноплодного у нас получается 16. Ну и бобовые культуры, нут, горох 3%. Пары, это пар наутил и пар традиционный. В тех хозяйствах, которые переходят на технологию, дальше я в слайдах, в графиках покажу, какой процент они занимают от площади пары, ну и соответствующим образом хозяйство, которое уже работает на нули. Значит, на сегодняшний момент, земельный банк, я уже говорил, 230 тысячи, из 8 сельхозпредприятий Ростовского кластера, 5 хозяйств, которые применяют технологии прямого пассива. Общая площадь башни, которых составляет 118 тысяч. Это 40 тысяч гектаров в Рашунском, 24 тысячи в Прогрессе, до Вожуковской 17-800, Арамичуревская 16-800 и 7-800 коломбийцевская. По этим хозяйствам, ну что можно сказать, что на сегодняшний момент эти хозяйства находятся и в разных климатических зонах, и находятся на светлокаштановых почвах, это в основном Гашунский, Прогресс, Новожуховская, Арамичуревская и Коломбийцевская находятся, там предкавказский чернозем, ну и также каштановые почвы. И по соотношению технологий прямого пассива, если брать по нашим хозяйствам, в разрезе озимой пшеницы в предприятиях Ростовского кластера в 21-м году, вот у нас сложилась такая ситуация. Это Арамичуревская, Коломбийцевская, Гашунская, практически от 75 до 92 процентов это посев озимой пшеницы, прямой посев озимой пшеницы осуществляется. Хозяйства, которые на сегодняшний момент только переходят, это Прогресс и Новожуховская, соответствующие от 23 до 30 процентов. занимают. Соотношение технологий прямого пассива традиционной в разрезе озимой пшеницы на сегодняшний момент как бы дают показатель того, что у нас есть предшественник для сева других культур. Значит, основные требования, которые необходимы при переходе на технологию прямого пассива. К требованиям проведения уборки предстоящей культуры. Соответствующим образом, я здесь бы хотел немножко остановиться на том, что какие требования мы предъявляем к уборке. У нас на сегодняшний момент все поля практически выровненные. Мы применяем жатки прямоточные, но обязательно у нас стоят и половые разбрасыватели, и измельчители, и мы все поживные остатки, которые после любой культуры, включая подсолнечек, стараемся мелко-дисперстным способом развести на ширину жатки, на ширину ленты разбрасывания, дабы распределить их. Но после этого мы потом еще выполняем воронование, штрейдиновое вороное, чтобы растащить поживные остатки для удобства сева других культур. Ну, также мы применяем отчесывающие жатки. Здесь видно проход комбайнов отчесывающей жаткой. У нас на сегодняшний момент по отчесу мы практически в Агромичуевском-Коломийском подготовили все площадя предшественники под подсолнечник 21-го года. Поэтому здесь, на этих полях, будет подсолнечник. Одним немаловажным еще значением имеется эта подготовка к полю, включая движение по полю, в зависимости от размеров поля. Если поле небольшое, это первый этап, это заход комбайна, доходит до середины, набивает пол бункера, возвращается, транспортное средство соответствующее стоит на нижней площадке, по полю никто за комбайном не ездит. Если поле длинные гоны или масса урожайности хорошая, соответствующим образом разбиваем поле на две части. Ну и соответствующим, если большая величина и при небольшом проходе комбайна набивается бункер, то соответствующим образом мы это все поле делим на три части. Соответствующие контролировать легко и учитывать, ну и по крайней мере не тактовать землю, не ухудшать ее героскопичность. Ну, что сказать техники, которые у нас используются. Техника разная. Здесь я хочу показать, что у нас есть и Бурго с Моа-диском, Бурго есть с Колтером, Джангеровские сейлки 18-90, Морис Райзер, Морис Контр-Дрилл. Также, соответствующим образом, у нас применяются и сжатки, сейчас секундочку, пропашные, это Джангеровские и Манасил для посева подсолнечника. Ну, если говорить о российских сжатках, мы также используем двухдисковую сжатку, извиняюсь, сейлку ДОН-651. Она у нас справляется, в принципе, по всем пожневным остаткам, после любой культуры, которую мы оставляем на поле. Что касается уходных работ, которые нам необходимо провести, да, это следующий слайд. Соответствующим образом, это и российская техника, у нас есть и импортная, у нас самоходные опрыскиватели есть, и Джангиры, и Гритер, хотел быстро сказать, Кофини и Челленджеры есть. Но также мы используем и технику, которая на сегодняшний момент туманной применяется и для внесения гранулированных удобрений, а также для внесения жидких удобрений. Мы применяем не только азотную подкормку, мы на сегодняшний момент в системе питания у нас две подкормки. Первая – это гранулированные азотные удобрения, вторая – это на сегодняшний момент газ, корминно-мяочная смесь, которую мы применяем при повторной подкормке. Ну и также применяем всевозможные подкормки и сложных удобрений при посеве. Формирование севопорота – одни из самых рентабельных культур в хозяйствах ростовского кластера – азимой пшеницы. На примере двух хозяйств – Агромичуревского и Коломейцевского. Там 24 тысячи гектар земли, из которых 12 тысяч на сегодняшний момент – это азимая пшеница, подсолнечник, калиандр, горох, нут, лен, горчица. Ну и есть небольшой процент пара наутила, полторы тысячи гектаров. Как бы держим пара наутил. Поэтому это те культуры, которые на сегодняшний момент у нас есть. Это вот так происходит у Вас по силам оборудования? Ну это по этим хозяйствам, которые на сегодняшний момент представлены. А прочее – это что? А в прочих у нас на сегодняшний момент – это фацелий, это кормовые культуры, которые находятся, это эспарцет. Это то, что у нас на сегодняшний момент к прочим относятся. Процет – это, видите, 126 гектар. В принципе, если разделить на 24 тысячи, ну это 0,6%. У Вас порядок идет по процентовке, а по силам оборудованиям порядок происходит? Сейчас я покажу структуру. Сейчас будет у нас. Значит, мы все прекрасно помним и знаем, какой был 2020 год. Он был засушливый, он был проблемный. И мы на сегодняшний момент еще раз, наверное, убеждаемся, по крайней мере, мы убеждаемся о том, что в засушливых, будем говорить, районах, что в Ростовской области является технология прямого пассива – это единственное, наверное, правильное решение. в жестких погодных условиях. Поэтому следующий сайт. Я хочу показать примерно сравнительный анализ урожайности сельхозкультур в разрезе применяемых технологий. Если взять озимую пшеницу, прямой пассив, да, подсолнечник, озимая пшеница 39 у нас в круговую дала, подсолнечник 11,8. Я здесь привожу подсолнечник, у нас масличного подсолнечника нет. У нас только крупноплодный, грызовой, кондитерский подсолнечник. Горох, соответствующий нут и горчицы – это основные культуры, которые, как бы, у нас в структуре севоборота. Здесь, как бы, видно из сравнительного анализа, что урожайность по прямому посеву, на немного, по крайней мере, на нуте, на горчице немного, но она все равно есть. Сравнительный анализ хочу привести производственной себестоимости по культурам, да, если мы говорим именно производственной себестоимости. А если мы говорим по озимой пшенице, это практически там около 11 тысяч рублей, да, это при прямом посеве. Если мы говорим о традиционной, да, это там 13 рублей. Ну, коллеги, поверьте, где-то в 3 рубля, в 3,5-4 рублей есть разница по озимой пшенице от прямого посева, от традиционной технологии. Соответствующим образом, мы прекрасно понимаем, получив урожайность там в 4 тонны, мы имеем себестоимость данного продукта на порядок, там, на 1,5-2 рубля дешевле, чем по традиционной. Соответствующий подсолнечник кондитерский у нас 19, 22 по традиционной, 11 и 12, тут небольшая разница по гороху, но зато вы видели на предыдущем слайде, там урожайность была 35 и 28 была. Мы 7 центнеров, как бы, гардцевого сбора сверху получили при этом. Если брать по ноту, здесь практически больших изменений нету, но я хочу отметить, что нот на сегодняшний момент по нулевой технологии очень хорошо смотрится. И все слайды, которые в заставке, в графиках приведены, это реальные наши поля, это я сам фотографировал, сам это все слежу, это реальные заставки, не интернетовские. Соответствующим образом, все, что вы увидите, посевы, развитие культуры, это все реально на наших полях. Ну и горчица, соответствующим образом, 700 рублей, но, тем не менее, это факт. Ну и также хотелось по плотности почвы немножко вам рассказать. Плотность почвы на сегодняшний момент, если мы говорим о нулевой технологии, у нас есть поля и хозяйства, в которых уже применяем мы прямой посев 10 лет, от 8 до 10 лет поля, которые у нас на сегодняшний момент находятся. Ну и также есть прямой посев, который буквально мы недавно перешли, ну примерно он у нас используется 2 года. Если брать прямой посев 10 лет, мы с вами наблюдаем, что плотность почвы в одном слое на порядок меньше, чем плотность почвы при посеве, который используется 2 года. И из графиков это примерно все видно, потому что плотность почвы на прямом посеве на следующий момент лабораторно и опытом подтверждает, что при той технологии, которую мы выбрали, не заход техники на поля, заходит только техника широкозахватными орудиями на сельскохозяйственной резине и соответствующая относимся рачительно к полям. Соответствующим образом это результат анализа плотности почвы зависимо от применяемых технологий. Здесь я хочу рассказать на этом слайде о запасах влаги, которые на сегодняшний момент находятся в этих хозяйствах. И здесь как бы хотелось рассказать о том, что в первом слое, если брать даже первый слой от 0 до 40, это в основном корнеобитаемый слой, где находятся корни, мы видим первое, это прямой посев, который 2 года, прямой посев в 5 лет и прямой посев в 10 лет. Если мы говорим, что где-то прошел дождик, может быть, влага наверху, если мы первые 0,20, в принципе, она одинаково благо расположилась. Возможно, образцы брали в прошлом году после каких-то прохождения осадков. Ну, не сразу прохождения, но какого-то периода после прохождения осадков. Соответственно, дальше уже на глубине 20-40 миллиметров, мы с вами наблюдаем, что там, где прямой посев в 2 года, 0,9, там, где 5 лет, уже 4,7, и соответствующим образом, там, где более 10 лет, уже 6,2. Ну, и также, соответствующим образом, если, по-быстрее, значит, 0 получается на 40-60, 0,60-80, и 0,80-100, соответствующий на 2 года. А на прямом посеве 10 лет мы выходим, важно, 55,1 миллиметра. Уладим метровый слой. Это реальные цифры, те, которые сегодня агрономическая служба ведет по хозяйствам. Так, коллеги, я еще что хотел отметить по осадкам. Многие на сегодняшний момент боятся перехода прямого посева, мотивируя тем, что обработка почвы становится переуплотненной, непригодной для использования. Но я хочу просто привести пример на наших хозяйствах. Это не только, я приведу пример на подсолнечнике, которые на сегодняшний момент крупноплодные. Но это по всем культурам у нас рентабельность и маржинальность этих культур положительная. На прямом посеве от традиционного. Я приведу на примере подсолнечника. С левой стороны вы видите посевы подсолнечника по нулевой технологии. Объясню, почему борозда оказалась, других фотографий просто нету. Мы стараемся одни из первых годов применяли полово-разгребатели. Ставили перед после прохождения, перед прохождением сошника. Потому что не всегда глубина заделки, хотелось я немножко посеять на ту глубину, чтобы была влага, не всегда получалось это все сделать. здесь первая фотография нулевого посева. С правой стороны это по традиционному. Здесь подсолнечник, будем говорить, мы два сорта сеем. Это Добрыня и Жиль. На сегодняшний момент видно по полям. Здесь видим фазу развития подсолнечника, которая на сегодняшний момент где-то 10-12 листьев. с правой стороны это подсолнечник, который по традиционно сделана обработка междурядная. Поле чистенькое, хорошее. И с левой стороны подсолнечник, который по нулевой технологии. Видно там историю наверное там 5 лет он еще и подсолнечник пооставался, поживные остатки тех культур, которые на них возделались. Бледненький, слабенький, да. И здесь как бы после дождика, после культивации, после штрихинного слепого оборонования до всходов и по всходам совсем другая ситуация наблюдается. При этом мы видим дальше следующий этап начало налива. Здесь на традиционной видите, что с подсолнечником происходит. Он на сегодняшний момент земля растрескивается. Он сбросил практически 3 ряда и 3 третий ярус листового аппарата. Подсолнечник, который по нулю на сегодняшний момент немножко легче. Он наклонился, он слабенький, вегетативная масса его угнетена. Но тем не менее он держится. И на следующем этапе, там этап налива, мы видим сегодня разницу. Тот подсолнечник, который был в правой стороне традиционном, он выглядит и корзина, выглядит совсем другая. Вегетативная масса и стеблевой аппарат выглядит совсем по-другому. И с левой стороны это подсолнечник, который по нулевой технологии, фаза налива, корзина сформирована, большая, листовой аппарат огромный. Ну и сейчас постараюсь вам показать калибровку. Это моя рука. С левой стороны подсолнечник, который был нулевой технологией, да, вы видите, какая зерновка, калибровка вышла соответствующим образом хорошая. И с правой стороны подсолнечник, который был по традиционному, бассейн. Ну и дальше сравнительный анализ урожайности калибровки кондитерского подсолнечника. Что я здесь хочу сказать? Я уже говорил, что здесь все реальные цифры. Урожайность в центрах мы на сегодняшний момент получили 11,8 и на традиционном получили 4,8. Калибровку, если брать, мы получили 36, 38, 31% при выходе подсолнечника и получили 68 калибровку по 38,50 плюс. Поняли? Вот смотрите, вот это вот мы получили при прямом посеве, вот за 11,8. Это мы получили по 36, 38 получили соответствующий по традиционной. Сколько тысяч встретили? 24. 24. 24. 24. 24. стараемся не менять ничего. По нулю возможно будем даже сеять 22. Дело в том, что джангировские сеялки там по одному настраиваются, моносемки немножко попроще, в принципе там шаг на 4 единицы можно как бы играться. Но на сегодняшний момент я считаю, что важный показатель, я его дальше сейчас приведу, это наша калибровка. Это ценовая политика, которая сложилась на крупноплодную семечку. Это та как раз рентабельность, которая нам необходима. Ну и следующий. Откажите про герпенцидов на новую пилу. Я вернусь, давайте, я все расскажу обязательно, зададите вопросы и все расскажу. на сегодняшний момент мы видим следующее. Валовый сбор, если брать килограмм в гектарах, мы получили с гектара крупноплодные семечки с хорошим выходом при прямом посеве столько-то, это зеленый столбец, прямом посеве 36-й столько-то и при прямом посеве 38-50 плюс столько-то. Выход семян подсолнечника в килограммах на гектар это составило как бы дальше вот здесь как бы картина уже экономической эффективности возделывания подсолнечника. Если мы говорим прямой посев 36-й семечки, которая у нас реализация, ну помните 20-й год, это 30 рублей было, да, семечка, это 36-38 мелкая семечка, масла нету, поэтому и цены на нее соответствующим образом особо не было. Вот математика сладует следующим образом. А семечка, которая крупноплодная, она 59-60 рублей была ценовая политика. При прямом посеве то, что мы получили семечку калиброванную 36-38 и крупноплодная 38-50 плюс получили 68%, у нас получилось 55,7 тысяч рублей на гектар. А при прямом традиционном посеве 18 тысяч, практически в три раза мы получили при прямом посеве подсолнечника больше. Рентабельность на сегодняшний момент по данной культуре, как я уже вам говорил, не только это на подсолнечнике я привести могу и другие культуры, которые на сегодняшний момент мы сделаем рентабельно. и если еще сказать подведение рентабельности, я хочу отметить, что реализация подсолнечника калибровкой 36, но особо не пользуется спросом и ее тяжело реализовать. Масла нет, люди, которые занимаются снэками, особенно ее не покупают, а семечка, которая 38, 50+, она в принципе уходит хорошо. КЧМ у нас хорошая, мы следим повреждений у нас по семечке нету, мы отрабатываем. Также мы сеем медоносы, которые на сегодняшний момент и фацели, и калиандр, которые привлекают и пчеловодов, и мы на сегодняшний момент приглашаем пчеловодов для пыления наших полей подсолнечника из расчета две пчелосемьи на один гектар. Поэтому здесь при урожайности такой, которую я вам показывал, 4,8, конечно, рентабельности нет никакой. Мы практически по этому полю были в убыльках. Но за счет того, что технология прямого посева там рентабельность больше 100%, в общем, в среднем получилось по подсолнечку рентабельно культурное вращение. Коллеги, что хочу еще сказать. На сегодняшний момент, наверное, преимущества перехода на технологию прямого посева сельско-асседей, предприятия ростовского «Кластера». Это краткий анализ того, что я мог сегодня рассказать. Но я считаю, что первое очередное, то, что мы делаем, с чем работаем и над чем работаем, это все-таки сохранение и восстановление плодородия почвы. Также снижение и устранение ветровой и водной эрозии почвы Накопление и сохранение влаги в почве То, что я вам сегодня по графикам показал Реально практически наличие влаги в метровом условии Снижение зависимости от урожая и от погодных условий Да, небольшой, я вам открыто показал урожайность, которая есть Да, она возможно небольшая, но это все урожайность круговую Есть поля, которые 60 дают, и 50, и 45 В среднем 4 тонны получается Соответствующим образом, мы знаем, мы уверены У нас есть опыт на востоке области Варно-Утил, каждый год на востоке, в Зимонюковском районе У нас всегда меньше 46 центров не дают урожая Также у нас идет снижение энергозатрат на производство единицы продукции Ну и соответствующим образом, снижение это все приводит Все хозяйства к хорошей рентабельности предприятий в целом Поэтому, ну вот, так и хотел немножко рассказать За хозяйство Ростовского кластера, Раховного гостей Если какие-то вопросы есть, я готов ответить По затратам на гектар у нас при нулевой технологии получается где-то 17-18 тысяч рублей При получении даже 3,5 тонн мы имеем 6,5 себестоимость продукции Что на сегодняшний момент на рынке она конкурентно способна Да, мы знаем сегодня цена 240 долларов на порту Соответствующим образом, если мы говорим по традиционной У нас она дороже на 3 рубля Где-то 21 рубль, 22 рубля традиционная дороже По разному считали экономисты И мы не хотим как бы нести дополнительных каких-то затрат Да, мы должны понимать, но ничего не получается Поверьте, мы сегодня порноутил осенью отработали глифосат содержащим препарат Весной, в мае и перед посевом в августе И посеяли озимую пшеницу По колоссовому предшествию При этом и поле целый год не трогает Три обработки Мы прекрасно понимаем Идет Жаннир-самоход 4 литра расход дизельного топлива на гектар Рабочей жидкости работает 200 литров Получается 4 литра на 50 рублей, 200 рублей в день Глифосат содержащий препараты без перерастания сорняка Вы знаете сколько стоит 350-400 рублей 1,5 литра это 600 рублей Коллеги, плюс 32% это те деньги, которые мы платим механизатору Ну, с отчислениями со всеми 1000 рублей Если мы сегодня запускаем культиватор Вилл Рич С трактором Джаннир Мы тратим 8-12 литров дизельного топлива И 4 минимум А то и 6 Бывает культивации До этого пахота От 18 до 24 литров солярки Баранование Весной В два следа баранов 12-21 4,5-5 литров солярки Примерно ответил Вот так Паранова тела на сегодняшний момент Это тот участок Тот земельный участок На котором была высеяна культура Это колоссовое предшествие На востоке области вы прекрасно знаете У нас светлокаштановая почва Да, и там все в основном По технологии По своей Держат двухполку Это традиционная Пар И озимая пшеница Подсолнечек там Не возделывается Других культур нету Я пробовал в 18-м году Посеять там горох Пробовал посеять нут Яровый ячмень Да, есть Потому что нас там Животноводство немного есть Мы сей Яровый ячмень Выходит Опять-таки 18-22 Центра максимум Когда выстрелили там До 30 центров Большой показатель Как бы ночью Нет уже нет Но на сегодняшний момент Вы понимаете Что мы сегодня Не в простой Рыночной экономике Находимся Да Мы должны с вами Понимать и зарабатывать деньги Да Как их заработать Если мы сегодня Представляете Сколько Чтобы земли Все перепахать Несколько нужно Тяжелой Энергонасыщенной С плугами Иметь техники Для того Чтобы потом Нарезать Лужную подушку Перевернуть Эту землю И в дальнейшем Ее иссушать В дальнейшем Ее под солнцем Топить Или я Сегодня имею Самоходные Обрыскиватели Челленджеры Джандиры Туманы При которых Я держу Парнаутил Парнаутил Это нетронутая земля Которая из года в года В культуру Которая всевается В пожненные остатки Предыдущей культуры Всевается в новую культуру Она вырастает Определенной Мы постараемся Максимальной высотой Ну 18 15 18 сантиметров Срезать эту культуру Оставляя При этом Зимой происходит Влагонакопление Не происходит Выдувание Не происходит Какие-то процессы Я понимаю Я учился По ресурсосберегающим Технологиям И мы все В голове У себя Отложили Ту позицию При которой Нам говорили Что на сегодняшний момент Из корневой системы Из стеблевого аппарата За один день Выходит 100 литров жительности Окей Мы видим Когда пары Испаряются Это плохо Но Она влага уходит Но Водообмен Никто в природе Не изменял Все равно Влага выпадает И то количество Осадков Которые сегодня В той или иной Зоне Выпадают У нас 320-350 мм Осадков По Ростовской области Они все равно Выпадают Но по крайней мере Я поверхность Почвы не сушу На сегодняшний момент Есть поля На которых Можно увидеть Историю Наверное Пяти лет Это кукурузка Мы сейчас от нее Отходим Это подсолнечник Это горох Это нут Это зимая пшеница Вот все Это в поживных остатках Поэтому я сказал Что после уборки Мы производим Уборку обязательно Техникой Если очесывающей Значит очесывающей Если обязательно Чтобы полово-разбрасыватели У нас были Потому что На полово-разбрасыватель К проходу комбайна Какой бы селку Мы Морис Райзер Морис Контрдрил Да Нулевые селки Классные Хорошие сели Аргентинские Блин Вот верите Но не прорезает Вот Все равно Плотноватая почва Все бывает Поэтому мы еще Спускаем Штригельную бороду Мы по диагонали Прямо по глубокой Запускаем Штригельную бороду И все что осталось Постараемся Разгребать Но при применении Сегодня Уже Полово-разбрасывателей Мы от этого уходим Мы уже Смотрим индивидуально Каждое поле Если поле Допустим С урожайностью Там больше Четыре с половиной тонн Мы там применяем А которое меньше Уже не применяем Как бы полово-разбрасыватели Своей работой Справляются Распределяют Поживные остатки Довольно-таки хорошо Да, конечно А вот в структуре Ваших селопородах Я не люблю Культивый рамус Почему? Постараюсь Морис Райзер Знаете В Ставропольском крае Ее используют Может там Немножко ближе В хозяйствах С предгорным районом Да, там где Немного и влаги Больше И микроклимат Я могу сказать У нас по Новожуковской Дубовский район Там где Цемлянское водохранилище Зеркало воды Очень большое Да, и влаги А зимы Рапс Ну, на сегодняшний момент Он буквально С позапрошлого года Там стал Немножко рентабельный На рынке Да, и пользуется Спросом До этого Вспомните На складах он Всегда оставался Да, тяжело было Найти контролета Чтобы это все реализовать Не применяем Как-то он у нас Стараемся Да, не прижился Как-то мы стараемся Вот такие вот Высокомаржинальные культуры У нас очень много Реализации идет На экспорт Свой терминал есть Поэтому мы как бы Эту продукцию всю Стараемся Реализовать По ценам Закупщиков А доработка Очень тяжело Понимаете Это кажется все Я вот был на том совещании Там коллега с Крыма Рассказывал Я посмотрел Покровные везде Посевы Я не представляю Как там Это не бедная Подработка Это все 8 сортов Семян Это Это я Вообще Ужас Поэтому Расскажите пожалуйста Про структуру Вашего севооборота Что касается Структуры севооборота Мы на сегодняшний момент Я вам скажу так Сейчас Секундочку По хозяйствам Я в общем Сейчас Интересно просто кориандр Куда вы втыкаете Между какими культурами И вот пальну Между какими культурами Вы его используете Вообще Лучше бы структуру показать Есть определенные коммерческие тайны Есть технология Которая применяется Технология Применяется Я и в процентном отношении Вам привел структуру Хорошо На сегодняшний момент После льна Мы его убираем Очесывающими жатками И напрямую Псеем Озимую пшеницу Лен на сегодняшний момент Является неплохим предшественником Пусть не самым хорошим Но неплохим предшественником Для посева Озимой пшеницы Тем более Мы работаем По этой культуре Этими гербицидами Подавляемся Ради Которая Необходимо И нормально Возделывается Озимая пшеница Все что касается После озимой пшеницы Это колоссовой предшественник Рокировки Стараемся Держать Поля Которые на сегодняшний момент 5-7 лет Не попадают На поля Которые был подсолнечек Мы относим Крупноплодный Почему крупноплодный Ну потому что На сегодняшний момент Маржа на крупноплодном подсолнечке Наверное Одна из самых больших Да И вот буквально 20-й год нас порадовал Цена была Больше 55 рублей Да и в принципе Всегда Выше Масличные подсемечки Как бы это все Всегда выше Что касается В структуре Вы скажете Много Зерновых Да нет Ячмедь Пшеница Да 50-55% У нас Зимая пшеница Да Это самая Традиционная Самая востребовательная Культура Которая на сегодняшний момент Возделывается И Мы очень рады Что умеем Возделывать хлеб И очень рады Что очень большой объем Его реализации Пускаем на рынке Такую жадку Чувствующую применять Украинская Точно не могу сказать Двухбарабанник Составляет он вам Проблему По уборке льна Нет выдергивания Наматывания На высоких урожаях Льна Какие Вы знаете Вже Инженерная служба На сегодняшний момент Подтренировалась Кое-какие мы В первые годы Когда было Гарантийное Позарантийное Обслуживание Мы провели Сервисная служба Все эти работы Да Потом провели Свои какие-то Определенные Стараемся Комбайнеры Те которые на сегодняшний момент Более квалифицированы Стараемся Их поместить Потому что Потерять сегодня Бобик Потерять сегодня Попадание Захватить землю Камень Разбить Жатку Никому не хочется Поэтому стараемся Высококвалифицированных Специалистов Поставить на эти Жатки И контролировать Мы говорили о том Что у нас нет Больших ухабов По полям Мы стараемся Перед этим Выравнить все свои поля Соответствующим образом Жатка идет Планомерно Нормально Почему Задим Важно По поводу Скажите Минеральной добыи То есть Есть опыт Десятилетнего Не увеличилось И не сократилось То есть Одинаково Да Те затраты Которые есть Я уже сказал Вам Что мы Азотные удобрения Применяем В виде Ранулированных И жидких удобрений Практически На 14 Февраля Мы планируем Выход В подкормку Техника готова Удобрения Еще мы В августе Месяце Закупили Когда 11 рублей Аммиачная селитра Стоила Все у нас Приобретено Все готово Я так спланировал Посмотрел Погодные условия У нас Первая декада Марта Положительные Температуры Ночью там Минус 1 Минус 2 А днем Уже до 7 градусов Тепла Вегетация у нас Сейчас она идет Но у нас Завтра Послезавтра Морозы Возможно Обледенение Будет Поэтому мы Не будем Кормить Мы постараемся А с 14 Числа Готовимся Выходить Первую подкормку Вторая подкормка Это у нас Каз Мы жидкими Мы сегодня Купили Растения Питатели Корни Корневые Будем Ими подкормить Но весь объем Мы не поборем У меня сегодня Азимки Посеяно 111 тысяч В Ростове 111 тысяч В основном Используем Сорта Краснодарская Сирийцин И Ростовская Соответствующим Образом Вторую подкормку Мы делаем Каз Герпицидная Обработка И дальше Уходные работы У нас включено Герпицидная Обработка Фунгицидная Обработка И применение Исектицидной И потом По флаговому листу Мы ушли от того Чтобы на сегодняшний момент На востоке области Других хозяйствах Не работать Карбамида Мы уже на сегодняшний момент Как бы Стараемся Карбамидом Не подкармливать Почему Ну сегодня 12,5 Протеин Это экспорт Это хорошая пшеница Хорошая экземная Нет уже тех показателей Которые там Тройка Четырка И так далее Мы от этого уже ушли Поэтому для нас Сегодня 11,5 12,5 Протеин Это хорошая пшеница Которая на сегодняшний момент На рынке очень востребует Владимир Алексеевич Вы используете 11% Пара по традиционке После каких культур У вас необходимость Традиционного пара Если вы внимательно слушали Я говорил Что у нас Из 8 сельхозпредприятий 5 переходят На нулевую Прямого посева И есть 2 хозяйства Новые активы Которые еще на сегодняшний момент Работали по традиционному Это в основном Эти хозяйства Которые Находятся в той зоне Светлокаштановых почв На которых Не возделываются Другие культуры Они просто там не растут Если кто-то Ростовские Есть специалисты Наверное Они подтвердят вам О том Что сегодня На востоке области Это двухполк Это двухполк Поэтому Это основной процент Набрался Пара наутила И пара традиционно Это из этих хозяйств Которые мы планомерно Но цель задача Всем поставлена Мы планомерно Стараемся Из года в год Переходить И выводить те поля Которые у нас уже подготовлены Которые выровнены Которые мы видим С хорошим банитетом Мы стараемся Эти поля переводить В прямой пассив Ну если вы хотите услышать То да Один из них Скажите пожалуйста Горгон Горгон Когда стерня Дает возможность Этих участков Спровоцироваться После уборки Горчака Заходим Отработаем При этом Агрономическая служба Лентами После уборки Оставляет участки Отдельно запускаем Это все мероприятие Горгона Горгона убивает У меня есть У меня есть в телефоне По-моему даже Показатели Того Что Как мы применяли Горгон Я выкапывал До 35 сантиметров Что смог выкопать Корневая система После даже Гербицидной обработки Вы знаете Он во внутрь Прошел И ни одного Ростка не пустил Он конечно Глубоко находится То что смогли Выкопать Летом Весь стержень Корневой системы Практически Весь сухой И Нет Будет Но представьте Когда он вылезет Он на сегодняшний момент Возможно Быстро не вылезет Быстро не вылезет И Если мы Будем говорить Сеем какую-то Другую культуру Мы же по ней работаем И глифосат С содержащими препаратами Вы знаете Глифосат Применяем также Глифосат Но Понимаете Там доза Очень большая Как бы Что не хотелось Сильно делать Как Потом Выплывает Все равно Нет Выплывает Но по крайней мере Если с ним не бороться Вы куда пшеницу денете Вы что с ней будете делать Да ведь Постоянно работаем Где-то Глифосатами Где-то Гаргоном Работаем Вот там Мужчина Хотел задать вопрос А подсолнечным Компания Какими гербицидами Науки Работают У нас нету На подсолнечнике Гербицидов Мы применяем Почвенный гербицид И применяем Глифосат Содержащий препараты Прошли Обработали На третий день Даже бывает такое Что заходим Посеяли На третий день Заходим Глифосатами Отработали И дальше До полного Возделывания Какой кондентерский Почвенный гербицид Ну вот Джин выращиваем И добавляем Два сорта А почвенный гербицид Я не могу вам сейчас Точно сказать У разных Кондрагентов Берем С разным Действующим Веществом Поэтому Заделки Или без заделки Нет конечно Без заделки На новевой технологии Без заделки По крайней мере Даже Глифосат Содержащие препараты Почвенный гербицид Он что создает Кумулятивный слой Он на сегодняшний момент Если мы имеем Резетку Или там Семидолю Выхода сорняка Он его как бы подавит И он будет еще держать Ну Говорят там много Но на самом деле Там 18-21 день Он держит Реально То что он держит Ну и плюс Глифосаты Они подавили полностью Развитие всех Под Будем говорить Под этой Шубой Которая С поджименных остатков Осталось Ну Все равно Как бы Получается Нормально Нет такого развития Подсолнечек Сегодня Третья Четвертая пара Мы заходим Работать уже По ледовой части Мы заходим Кассам Работать По нем И все И дальше Он вырастает Закрывает Затеняет И вопросов Больших нет Ну По крайней мере Я вам честно скажу Коллеги знают Ставропольский Кластер Они наверное знают Их не о полях Ну Подсолнечек Не знаю Ну У нас чистый Я не могу сказать Проблем у нас нет Сжатки Применяем Мы Не срезающие Только Непосредственно Для обрыва Корзин Вся вегетативная масса Стеблевого аппарата В домолот Не идет Продолжение Да сам работайте Милые Стараемся оставить Под пары Чем Стараемся оставить Под пары Чем дальше Его добить Да Я вам сказал Стараемся Оставить Да На сегодняшний момент Та генетика Которая у них есть И те бобики Которые находятся На горневой системе Нута Ну Наверное Вот это Вот Тот азот Который Оставлять Нет Ничего не делаем Никакие добавки Не применяем Ни про протравки Ни по вегетативной части Протравили Фулгицидами Инсектицидами Посеяли Гербициды Защитного По этой культуре Нету По нуту И соответствующие Получили результат Ну какой Мэрли Мэрли Да Я бы хотел Погадить на те поля Которые вы отработаете Мэрли Приезжайте Посмотрите Ну Уверен Поверьте Я больше 20 лет Работаю в сельском хозяйстве И Мерлин Мы применяли И все применяли А вегетенную Вегетативную массу Вы видите После Ну так На Мерли Какая вегетативная масса После применения Вашего Мерлина Ну Угнеден Да нет Хорошо Давайте останемся Прослой Как Угнедрить Посоложный Как Лег А чувствующий Убирай А чувствующий Вегетативную массу Оставляем На улице Мелкосемен Мы горчицы очень много Сеем Мы льна очень много Сеем Я же сказал Что у нас Сеялки все предназначены Вот в этих даже хозяйствах Которые уже больше Десяти лет У нас там Бургул У нас райзер Морис контрдрилл Это сеялки нулевые Которые с хорошим колтером С хорошим сочняком Монодис Она не разрастает А также Мы применяем Коломитцевском У нас мы две сеялки В прошлом году Еще Дон 651 Купили Справляемся Хорошо сеем Я не знаю Я не нахожу Больших проблем В раскрытости Вымгород Того укрытия Которое На сегодняшний день Мы создаем За счет Починенных остатков Я не вижу Даже на 2 сантиметра Горчицу И мелкосемянку Нам Отдаются Там А там же Стоят на всех Сеялках Капки Стоят Капки Поэтому они придавливаются Хоть П-образные Хоть сплощейковые Донги Они выравнивают Как бы Получается Даже где-то Если получилось Я не продавила солома В подвешенном состоянии Очутилась Семена Вы прекрасно понимаете Небольшой дождик Они в принципе Хватаются Коррешок быстро Опускают И закрывают Кас применяем Третий Четвертый Лист Закладка Бутона Это основной Параметр Но и Потом Иногда Применяем Перед Бутонизацией Не получается Пока нет В этом году Хочу попробовать Специально Растение-питатель Которое мы приобрели Но мы их пять штук Приобрели Поэтому буду их пробовать И на подсолнечнике И на других культурах Заложу опыты Поделюсь Но на сегодняшний момент Только практически Используем По вегетативной массе За счет Разбрыскивания У меня вопрос Кстати Переходный период Замочил первый год Посев подсолнечника При посеве Какие-то удобрения Вносите И как? Да Первый год В чьи дни вы получили? Мы удобрения Вносим и первый Последний год Весь промежуток Мы вносим Сложные удобрения 80 килограммов Фосфа С посевом Если И под основную Обработку почвы Если такая Ва есть у нас И 100 кг Если идет Где-то по традиционной Под основной Когда переходы Уже на получил То есть все При посеве При посеве Пока мы не пришли К тому Чтобы на сегодняшний момент Использовать Культиваторы Которые Необходимо Там Щелевание Производить Пока к этому Не пришли Чисто при посеве Применяем Проблемы с заразихой Не вносим Не вносим Проблемы с заразихой На плацовом Проблемы с заразихой Есть везде и всюду Мы стараемся От этого уходить Где-то в каких-то Участках Она проявляется Стараемся Соблюдать По структуре 5-7 лет Отсутствие Предшественника Поэтому только вот таким способом Невозможно Понимаете В почве Мы никакой Лаборатории Никак мы ее не продиагностируем Да Заразим Она Везде и всюду И вы же помните Бум Который был у нас 15 лет Пока губернатор не вмешался И сказал Не более 15% Структуры всего народа Должны быть подсолнечек А до этого Что у нас было в 90-е годы По Ростову Вспомните Подсолнечек Подсолнечек Как мы на культуру Пытались вырастить Подсолнечек Вот мы сами себе и накашляли Вот сами себе и Заработали А у чего было Или что Кукуруза отходит Почему Я вам честно скажу Почему уходим от кукурузы На сегодняшний момент Не растет она В Ростовской области В тех хозяйствах Которые Мне подотчетны Которые я курил Я пробовал ее И в Сальском районе Казалось бы Зона от Сальска До Зова Хороших Да 40-50 километров До Краснодарского края И так далее Там подобное Но нет Нет Сальс проезжаете На Манче Видите какие светлокаштановые почвы Попали в Пролетарский район В Орловский район Совсем другая Вся технология Люди которые с Ростова Наверное знают Пролешали Видели это все Я вам Реальные вещи Рассказываю Не хотелось бы сегодня Нести затрат На те культуры Которые не рентабельны Да она рентабельна Там где сегодня 500-600 миллиметров Осадка выпадает И для того чтобы получить Сегодня Там от 40 до 80 Там или до 100 тонн Я работал В Краснодарском крае В Лубинске Там 700 миллиметров Осадка Да там она 100 центеров Дает кукурузу Чушь ее там не выращивать Конечно выращивали И получали результаты Рентабельна была Но здесь просто Не получается Можно вопрос Сказать что Миллиорации есть Как это у вас Вообще Что вы применяете Миллиорации нет Мы планируем Введение миллиорации На одном из хозяйств Которые находятся Возле Вологодномского Водохрабилища Ладно Можно еще А как работаете Составки подсолнечника После уборки Также комбайны С измельчителями Разбрасываем Смотрите Там густота У нас получается К уборке 24 тысячи Сеем У нас Ну 19-20 тысяч Имеется густота К уборке Даже та вегетативная масса Которая сегодня Подсолнечника Имеет там диаметр 5-6 сантиметров Стеблевого аппарата Мы на сегодняшний момент Сеем по прямому Я сказал Что жадки Мы не применяем Ни нашу Ни которая прямоточная У нас только Обрываются корзины У нас полностью Вегетативная масса Вся находится Я там показывал Был масличная фотография Подсолнечника Азимая пшеница Была посеяная Ну вот Просто он маленький Видите О, он торчит Мы вообще его не убираем И никак не дискуем Мы прямо напрямую Зашли И сеялкой прямого посева Посеяли Азимую пшеницу Где-то повалилась Сеялка Где-то сошник сломал А остальное Все прорезает Корневой аппарат Прорезает Корневой системы Прорезает Все прорезает Поэтому Это все остальное Вот видите Чурпалки Все остальные стоят Надо только дискуйсить А? Только дискуйсить Да, конечно Безстреча Тайланд А вообще вопрос Вы говорите КАС принимаете Применяете Крупокаперинами А в чистом виде Соотношение Какого К воде Чисто Чисто Все Коллеги Спасибо большое Всего доброго